Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. С дочкой 8 лет, заканчиваем первый класс, ещё есть малыш 2,5 года. В целом у нас хорошие отношения, она мне помогает с малышом, я часто ей делаю маленькие сюрпризики и разные приятности. Проблемы возникают, когда мы садимся делать уроки. Такое чувство, что мою дочку меняют в этот момент, она в открытую хамит, переговаривается, делается. Наоборот, что я скажу, у неё даже голос меняется, очень грубо и зло разговаривает со мной. Я даже не знаю порой, как себя вести, пытаюсь завершать ситуацию, как взрослый человек, но не всегда хватает терпения, а джистики ставлю в угол, может и ремня получить. Это происходит каждый день, уже морально устала от этого, вечером она пристрашивая, вроде как понимает, что неправая, но всё равно постарается сквозься ежедневно. Сначала думала, что ревность к младшему, ходили к психологу, выяснилось, что неревность на манипуляции со мной. И всё, как себя вести с ней, чтобы выправить ситуацию. Я думаю, что одним из ключевых моментов является то, что, обратившись к психологу, вы почему-то, в общем-то, сейчас задаёте вопрос нам, здесь. На мой взгляд, вполне логично было бы предположить, что если вы обратились к психологу один раз, если он выяснил, вот, некоторые аспекты вашей ситуации, то вполне логично, чтобы вы обратились к, ну, к тому же, да, к тому же, психологу ещё раз, чтобы он вам уже, соответственно, помог решить эту проблему. Потому что довольно странно, ведь получается, что вы опираетесь на мнение специалиста, но при этом сейчас вы спрашиваете, ну вот, скажем так, мнение другого специалиста. Вот это, на мой взгляд, странно. И, на мой взгляд, такого быть не должно. Здесь, на мой, опять же, повторюсь, на мой взгляд, ситуация, вот, разворачивается, да, не самым лучшим образом, мягко говоря. Потому что, ведь, и психолог может ошибаться. И мы можем ошибиться, ну, ошибиться тоже. То есть, это, вот, на мой взгляд, такая вполне в себе нормальная история. Вот, на мой взгляд, это вполне в себе такая нормальная ситуация, вот, где вам нужно, как мне кажется, просто лучше разобраться с тем, что происходит. Ну, вот, в частности, например, в том, что происходит, например, с вашим ребенком, вот. А что происходит с вашим ребенком? С вашим ребенком происходит то, что вы описываете механизм влияния с ней. Вы говорите, что ребенку восемь лет, но мы, пишите вы, заканчиваем первый класс. Понимаете? Вы не можете заканчивать первый класс. Потому что это то, что делает ваша дочь самостоятельно. Понимаете? Самостоятельно. А не с вами. А вы, когда говорите мы, вы демонстрируете то, что и вы, и она, как бы, неразрывно связаны. И вот это является, на мой взгляд, как раз таки, первой проблемой. То есть проблема заключается в том, что вы с ней находитесь в влиянии. Нет разграничения я и ты. Понимаете, ба? Вот. Этого нет. Но. Если... Зато есть слияние. И когда возникает, когда возникает слияние, то у человека, естественно, начинается агрессия и сопротивление этому. Что, в принципе, вполне нормально, нормально и вполне естественно. Вот. Чтобы сохранить свою идентичность. Вот. Вот для чего ваша дочь, грубо говоря, делает то, что она делает. Поскольку она вам помогает, а вы для нее делаете всякие вкусности и приятности, то, по-видимому, у нее складывается ощущение, что он... А вы от нее чего-то ожидаете. Вы от нее чего-то ждете. По-видимому, такое ощущение у нее складывается. И этот момент прекрасно, так скажем, оспаривается. Вот давайте я такое... Ну, такой, такой использую термин. Оспаривается процессом уроков. Вот. Почему? Потому что если я, например, не хочу... Ну, к примеру. Делать уроки, если я не хочу, например. Ну, вот. Заниматься. То я не оправдываю ваши надежды. Я не оправдываю ваши ожидания таким образом. И, соответственно, если я не оправдываю ваши ожидания и ваши надежды, то вы во мне таким образом разочаровываетесь. разочаровываетесь. Вот это то, чего ваш ребенок не хочет. Это то, чего ваш ребенок боится. И что вы в ней разочаруетесь. И отсюда идет злость, агрессия, чтобы как бы опередить и тем самым подчинить процесс неизбежного по ее мнению разочарования в в ней. т.е. 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 разочарования в ней. Какое может быть решение? Выход из слияния. Да? Вот. Выход из слияния. Формирование личных границ с последующим обязательным упором на личную ответственность, то, чтобы ребенок, например, знаю по возможности, что есть, то, за что она отвечает. А есть то, за что отвечаете вы. Понимаете? Какая штука. слияния. И вы, внимание, внимание, вы не отвечаете за ее уроки. вы не отвечаете за ее успехи в учебе. Понимаете? В чем штука? И, соответственно, вы не помогаете ей в этом. Давая ей возможность самостоятельно этим заниматься, давая ей возможность самостоятельно определять свои успехи. в учебе. Вы че? А когда вы с ней, естественно, она ощущает, что должна там что-то делать лучше, должна учиться лучше. Учиться лучше. Ну, может быть, как-то вот прилагать больше усилий, чтобы у нее получалось. то, что, например, вы от нее хотели бы или то, что вы от нее хотите. Это все очень сильно мешает. а вам необходимо больше внимания больше внимания во-первых, уделять себе. Это первый момент. вам необходимо больше внимания уделять ну, себе, себе самой. т.е. вам необходимо больше проявлять заботу по отношению к себе. и вам необходимо позволять ребенку самостоятельно принимать какие-то решения. вот. Понимаете, да? А чем идет речь? вот это принципиально важно значение имеет для ваших будущих отношений. вот. В том числе и для будущих отношений и для отношений с малышом. А следующий момент на который тоже хотелось бы обратить ваше внимание в следующий момент. Это что с отцом? Я имею ввиду с отцом детей. Т.е. почему вы описываете себя почему вы описываете ну вот то как вы живете то как вы взаимодействуете грубо говоря с детьми вот таким образом так как будто бы вы одна. Т.е. как будто бы нет отца у них. А и девочке и мальчику нужен отец, нужен папа. нужна мужская в общем целом фигура. Если ее нет так или иначе это вызывает вопрос. Вот. на это я бы хотел чтобы вы по возможности позже обратили бы свое внимание. Вот. Потому что когда в семье один родитель то очень часто и много бывает скажем так дисфункционально очень часто бывает очень часто и очень много бывает вот этой вот истории истории про дисфункциональность вот к сожалению на это тоже нужно обращать внимание это тоже нужно учитывать но необходимо учитывать вот потому что в противном случае можно очень легко просто упустить вот какие то важные моменты связанные с либо понимаете да надеюсь как то так я бы вам ответ сейчас с позиции психологии и с позиции психотерапии я надеюсь что это было вам полезно и интересно буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь за помощью вам она пригодится